Атакой на религиозные чувства индуистов всего мира назвали власти Индии новую выходку украинского руководства. Командование ВСУ сделало своей мишенью одной из самых почитаемых божеств в индуизме. Этот шаг вызвал гневную реакцию не только правительства, но и всей страны. О том, чем может обернуться издевательство над убеждениями более чем миллиарда человек, наш Сабкор Нью-Дели Дмитрий Мельников. Ответ на вопрос, почему Индия не хочет видеть у себя на саммите Большой Двадцатки Зеленского, накануне в своем официальном твиттер-аккаунте опубликовало Министерство обороны Украины. Карикатура на богиню Кали, стилизованную под Мерлин Монро, юбкой которой фотография дыма после атаки беспилотника на нефтебазу в Севастопольской бухте. И подпись по-английски «Произведение искусства». Позже карикатура была удалена, но гнев верующих индуистов уже было не остановить. Одна из десяти самых почитаемых богинь индуистского пантеона, чье имя Кали с санскрита переводится как «черное». И это неспроста. Это самое злобное и разрушительное проявление божественной женской энергии. Одна из целей почитания Кали – усмирить ее гнев и горе тем, кто рассердит богиню. Не столько сама карикатура украинского художника Максима Поленко обидела индийцев, а то, что дремучую необразованность продемонстрировал официальный Киев. Матери Кали, как уважительно называют «ярусную богиню», здесь ежедневно молятся миллионы верующих, совершают ритуалы в тысячах храмах. Да и целый город Калькутта назван в честь «черной богини». В каждом городе есть храмы, посвященные Кали. Есть огромные храмы, а есть такие небольшие, как наш. Но везде стоит вот такой идол божества, и священники обязательно просят ее об усмирении гнева. Особенно оскорбила выходка Киева жителей южных штатов Индии, где Кали – одна из самых почитаемых богинь. Местные телеканалы вышли с гневными комментариями, а индийский твиттер кипел праведным негодованием пользователей под публикацией с карикатурой. Удалите немедленно и извинитесь. Индия должна вызвать посла Украины. Позор. Украинцы издеваются над нашей святыней. Не смог сдержать возмущение и старший советник Министерства информации и радиовещания Индии Канчан Гупта. Недавно заместитель министра иностранных дел Украины была в Дели, заручившись поддержкой Индии. За этой фальшивкой скрывается истинное лицо украинского правительства. Индийская богиня Кали была карикатурно изображена на пропагандистском плакате. Это нападение на чувства индуистов во всем мире. Три недели назад замглавы МИД Украины имена Джапарова объяснялась в Нью-Дели в любви к индийской культуре и просила Индию встать на сторону Киева. Для убедительности Джапарова даже вставляла в свою речь индуистские понятия. Мы видим роль Индии как вышвагуру, как мирового судью. Индия активно строит экономику своего общества и может потребоваться некоторое время для построения новых отношений с Украиной. Я думаю, что они должны быть основаны на прагматичном и взвешенном подходе. Чего именно добивался киевский режим, публикации и карикатуры на почитаемое в Индии божество, непонятно. Теперь и в Дели знают о религиозной нетерпимости Киева и обещают ответ. Издевательство над богиней Кали оскорбляет чувства индуистов по всему миру. Я обратился к премьер-министру Индии Нарендри Модзи для того, чтобы он принял необходимые меры в отношении Министерства обороны Украины. И это не первый случай, когда интернет-активность официального Киева портит его отношения с Индией. В марте 2022 посольство Украины в Дели разместило врезыв гражданам Индии вступать в украинский иностранный легион для войны с Россией. Чем обернется для властей Украины гнев богини Кали? В лучшем варианте извинениями перед верующими индийцами со стороны официального Киева. О худшем в Индии предпочитают не говорить вслух. Дмитрий Мельников и Владислав Додонов. Вести из Индии.